Это мощные дипломатические усилия. Мы стараемся вместе с нашими союзниками и партнерами понять, заинтересован ли Кремль в том, чтобы разрешить этот кризис с помощью дипломатии. Мы делаем это в попытке деэскалации ситуации на украинской границе, которая выглядит очень острой. Наращивание там российских войск по-настоящему беспрецедентно. Мы сейчас пытаемся предельно ясно показать Кремлю, какой перед ним стоит выбор. С одной стороны, мы демонстрируем ему набор очень тяжелых последствий, если он решит использовать военную силу. Это санкции, в том числе в сфере экспортного контроля, это существенное наращивание сил НАТО на восточном фланге, и вы уже видите это на примере отправки 3000 военнослужащих США в Европу. Пока эта переброска имеет временную основу, но если Россия опять вторгнется в Украину, есть и много другого, что потенциально может быть использовано. С другой стороны, мы сохраняем возможности дипломатии, в том числе и здесь, в ОБСЕ, по тем вопросам о заинтересованности, в которых Россия заявляла раньше. Речь идет о снижении рисков конфликта, о транспарентности и даже о потенциальных договоренностях по поводу новых форм контроля над обычными вооружениями. Если Москва действительно заинтересована, то ОБСЕ – это то место, где могут быть разработаны инструменты для всего этого, и даже юридически обязывающие соглашения, если мы продвинемся достаточно далеко. Это будет ответом как на наши, так и на российские озабоченности. Сейчас мы в процессе формирования этих двух возможностей выбора, и мы очень надеемся, что Россия выберет дипломатию. Но что бы мы ни делали, мы не намерены идти на компромиссы в вопросах организации европейской безопасности. Это означает, что мы не соглашаемся на какие-то сферы интересов, на возможность одной страны диктовать, в какие союзы могут вступать другие страны. Ничего этого не будет.